Итак, представьте, что у вас сегодня какое-то большое событие, сегодня вы наденете галстук, вы достаете из шкафа и надеваете вашу самую красивую классическую рубашку, и вдруг обнаруживаете, что она не проходит в шея. Ребята, я все понял, вы не набрали вес? Нет, это воротник рубашки сжался. Надо как-то решить проблему, потому что вам нужна рубашка, которая вам впору. Итак, какие у вас варианты? Что ж, вы можете надеть рубашку оверсайз, больше по размеру, которая не особо хорошо выглядит на вас, или вы можете использовать трюк номер один. Нужно отрезать эту пуговицу от воротника и перешить ее на три четверти дюйма, чтобы дать себе возможность свободно дышать. Обратите внимание, у этого трюка есть ограничения. Важно то, что я сказал. Три четверти дюйма. Это то расстояние, на котором она не будет выглядеть странно. В идеальном мире идеальный воротник позволяет просунуть два пальца между вашей шеей и этим воротником в застегнутом состоянии. В ситуации, если вы можете его застегнуть, и ваше лицо при этом не побагровеет, или же вы можете просунуть один палец, то все будет в порядке. Вы можете купить удлинитель воротника. Только избегайте пластиковые модели, я их использовал, они слишком легко ломаются. Если удастся найти, купите себе металлический. Следующий лайфхак поможет вашей футболке выглядеть потрясающе, даже если вы худочавый парень. Он заключается в том, чтобы отрегулировать рукава. Многие парни, когда покупают футболку, следят за тем, чтобы она хорошо сидела по фигуре, но при этом рукава оказываются либо слишком длинными, либо слишком широкими, либо и то, и другое. Помните, что рукава можно отрегулировать. У меня есть для этого краткое руководство, вы можете его видеть прямо сейчас. В нем я рассказываю, как самому приспособить для себя длину рукава. Ссылка будет в описании. Или просто отнесите футболку шве, чтобы она подкорректировала все. А если у вас подтянутый торс или короткий, портной может скорректировать и это. Он может укоротить длину, чтобы посадка была идеальной, и тогда футболка на вас будет выглядеть великолепно. А сейчас, прежде чем я перейду к следующему пункту, я хочу вас спросить. Вы когда-нибудь видели человека в слишком длинных джинсах, которые уже носят их пару месяцев? Что при этом происходит? В какой-то момент ткань начинает висеть нитками, которые тянутся за штанинами в процессе ходьбы. Так что есть ли у вас пара джинсов или пара брюк, у которых штанины слишком длинные? Если это так, вы можете исправить это за считанные секунды с помощью подшивочной ленты. Лента для подшивки утюгом работает следующим образом. Вы складываете штанину снизу так, чтобы подшивочная лента оказалась между двумя полосками ткани. Затем вы проглаживаете утюгом место сгиба так, что тепло как бы сплавляет ленту и удерживает ткань от отлипания. Или можно воспользоваться швейной машинкой. Но в крайнем случае вы всегда можете использовать ленту для подшивки и утюг. Раз, два, и вся работа сделана. И брюки уже выглядят гораздо лучше. Так, продолжая тему корректировки посадки брюк, если в поясе брюки вам широки на 1-2 дюйма, вы в курсе, что можно подогнать брюки по талии так, чтобы они сидели идеально. Для этого надо поработать над задней частью брюк. На расстоянии примерно в 10 дюймов вам нужно сделать прорези с каждой стороны. Затем нужно вставить резинку в пояс и подтянуть заднюю часть брюк. Для этого нужно подшить резинку. И если вы хотите, чтобы все было сделано как следует, вам стоит отнести брюки к портному. И не забывайте про ремень, если брюки великоваты. Следующий лайфхак может сэкономить вам кучу денег, и он заключается в том, чтобы вы научились растягивать свои выходные туфли. Мы говорим сейчас о туфлях, сделанных из кожи, потому что кожа может тянуться и обминаться. Но иногда кажется, как будто туфли становятся слишком мускими. Может, где-то они начинают натирать. Что же делать? Наденьте туфли и используйте фен или тепловую пушку. Если вы используете тепловую пушку, держите ее на расстоянии, потому что она может очень быстро нагреться. Вы же не хотите, чтобы она испортила вам туфли. При этом с ее помощью вы сможете быстро расправить кожу туфель. Кроме того, если вы хотите сделать это за ночь, я слышал один совет, и он действительно работает. Если вы хотите увеличить размер обуви наполовину, нужно положить внутрь мешок воды. Убедитесь, что они заполнили носовую часть туфель. Затем положите туфли в морозилку на ночь, они расширятся и растянутся. Вам, возможно, придется сделать это пару раз, но вы можете увеличить ширину туфель и длину хоть на немного. О чем мы сейчас вообще говорим? Огромная разница существует между невероятно неудобной обувью и обувью, которая подходит идеально. Мы начали это видео с разговора о правильной посадке воротника на классической рубашке. Но что можно сказать относительно всех остальных частей рубашки, которая сидит на теле невероятно мешковато? У вас оказывается лишних 8 дюймов материи, и что же с ними делать? Выбросить рубашку целиком или ее еще можно спасти? Проблему можно решить, добавив выточки сзади. Что такое выточки? Это те места, где ткань складывается сама по себе. В этом случае вы можете использовать кромочную ленту, или же взять швейную машинку и проделать все манипуляции самостоятельно. Возьмите рубашку, которую собираетесь выбросить, и попрактикуйтесь на ней. Или же отнесите рубашку к портному или швее. Это будет стоить долларов 10, зато рубашку удастся спасти. Она будет выглядеть на вас гораздо лучше, если вы сможете собрать 2-3 дюйма материи в области торса. Особенно, если вы проводите время в тренажерном зале, если заботитесь о своем внешнем виде. Вы хотите показать свою фигуру в рубашке, которая хорошо на вас сидит. А если на этот лайфхак нет времени? Например, у вас 30 минут до важного мероприятия, и 6-8 дюймов лишнего материала вокруг зоны талии. Ребята, обратите внимание на правила ношения формы в военно-морском флоте. Рубашку мы заправляем в брюки так, чтобы по обеим сторонам мы могли убрать 2 лишних дюйма материала. И очень важно, заправлять рубашку нужно в нижнее белье. Резинка поможет удержать складки на месте. Кроме того, если брюки вы носите с ремнем, убедитесь, что он на вас хорошо сидит. Может быть, вам придется за вечер пару раз поправить рубашку. Просто заправьте ее с обеих сторон большими пальцами. Так рубашка будет выглядеть намного лучше. А что насчет свитеров? Что если у вас есть свитер оверсайз, и он кажется уж слишком громоздким? На этот случай тоже есть пара уловок. Первое, вы можете подвернуть свитер. Иногда люди носят свитер без каких-либо ухочерений, или, что гораздо хуже, засовывают его в штаны. Просто подверните свитер. Выглядеть будет не идеально, но лучше, чем если бы он спускался ниже бедер. А что если свитер немного длинноват в рукавах? То свитер, что сейчас на мне идеальной длины, но если бы он был немного длиннее в рукавах, я бы просто закатал немного рукава, или даже подвернул лицевой стороной внутрь. Я считаю, что эта маленькая хитрость поможет избавиться от лишних складок, которые вы бы постоянно видели на своих рукавах. А что делать, если свитер слишком велик в области туловища, в области груди или в талии? В этом случае можно просто сделать складки и сшить их изнутри. Для этого не нужно резать материю, оставьте все как есть. Для этого не нужно резать материю, оставьте все как есть. Потому что он сделан из трикотажа, если его резать, материал разойдется. Идеально выглядеть не будет, но все же вы сможете скрыть наличие лишнего материала. Следующий лайфхак – найдите себе хорошего портного. Я уже говорил об этом в своих видео сотню раз. Если вы нашли себе портного, то вы можете оставить у него предмет одежды утром, и к вечеру вам его подошьют нужным образом. Многие манипуляции занимают буквально несколько минут. При этом портные часто занятые люди, и они планируют дела наперед. Но если у вас с портным хорошие отношения, если вы общаетесь, вы запросто можете узнать цену. Вы можете сказать, можно я оставлю вам эти брюки, они слишком мешковатые в штанинах. И портной, вероятно, сможет их взять, подшить и ушить то, что нужно, и вуаля. У вас готова отличная пара брюк, подогнанная под вашу фигуру за считанные часы. Следующий лайфхак на самом деле никакой не лайфхак. Это навык, которым, я думаю, должен владеть каждый парень. Я имею в виду знать основы шитья. Рэмбо умел подлатать как одежду, так и самого себя в трудной ситуации. Итак, ребята, если вам нужны базовые уроки о том, как сделать так, чтобы джинсы сидели лучше, как сделать так, чтобы рубашки и футболки сидели лучше, вся информация у меня в этом видео вот здесь. На самом деле это целый плейлист из видео, из которых вы можете научиться базовым навыкам. Отличное видео, я дам ссылку на них в описании. Субтитры сделал DimaTorzok